доброе утро друзья дел у нас сегодня не меньше чем вчера в общем-то пора начинать готовить арвишку это как данность это как факт потому что времени остается все меньше и меньше на самом деле говорят вроде сейчас сезон американцы любят вот я выставил ту арвишку на продажу который у нас сейчас в аренде ездит мы выставили на пару тысяч дороже чем они уходят с аукциона ну то есть логичная цена то же самое как с машиной потому что мы работали на ней чинили я там стены покрасил восстановил трубы починил арвишка в хорошем состоянии на ней можно еще кататься и кататься из какого-то перепугу не пишут но то ладно вторую арвишку нам нужно сделать по любому потому что скоро начнутся дожди и нужно вот старую заменить новой но сейчас мы едем в строительный покупаем насадки на шуруповерт потому что я вчера когда работал на дауде у олега терял одну насадку а там работник американец говорит это же мои насадочки родненькие она отскочила куда-то на пол и поскакала я говорю не бойся я куплю набор ну и себе и вот это вот именно недостающую насадку тебе завезу поэтому нам нужно завести ему насадку и правильно разворачиваемся домой потому что я не взял ключ от арвишки 2 короче хожу ищу ключи от арвишки спрашивши в доме говорю не видели вошел на стиралку настя говорит сейчас покажу ключи от арвишки в сумочку детскую положила и ходила по кругу ты так больше не делай опасно а теперь ищем набор бит и у него короче знаете с дырочкой внутри он говорит мне только такая только такая нужно говорит специальная вообще дорогие капец вот я вижу по 6 долларов да все купил наборчик вот я какую-то вот такую наверно посеял все выбрали вот олег говорит что но это американцы него работает вот я у него стрельный инструмент она говорит у него свой инструмент он прям это как за ласточку бережет едем работать над арвишкой я вот это как вспоминаю я помню я тупо я не знаю неделю над ней работал я ее неделю приводил в порядок я помню какая она была до я сейчас в эту арвишку захожу мне улыбаться хочется но та которая сейчас поехала в три да у нее были маленькие по трубам проблемы да у нее было когда там текло под ней сейчас ей нужно поменять конвертер конвертер там 150 200 долларов стоит но снова таки это все окупается это все бизнес это все понятно он и так умирал мы это знали то есть там нужно ее перебрать машина две тысячи какого первого или третьего года я захожу и понимаю если бы там были дети там жена все дела я в ней остался да она с самого начала была я в ней не остался выглядела ужасно я сейчас понимаю что меня ждет то же самое с этой арвишкой там работы конкретно офигеть сколько и я в плюс-минус свободные дни хочу сейчас либо по деньку как-то распределить чтобы за месяц ее сделать в нормальное состояние потому что у меня сейчас нету недели чтобы просто стать ее и сделать вот единственное что меня реально напрягает в ауди это сколько она ест прям жестко опять заправляю заправлял на последний раз дня два назад и почти на 100 баксов 50 баксов в день это полторушка в месяц это я катал эти дни нереально так должно поменьше выходить но все равно это это очень много вот так она уже 55 долларов ну короче под сотку примерно получается это вот реально встать и плакать по-другому это назвать никак не могу и сейчас она мне покажет типа хватит бензина на 350 миль всего 385 я в комфорте ешь спокойненько и она все равно жрет я не знаю сколько захватили диме тормозу понимали арвишка вон за той заправкой дальше а дима вон можно почти отсюда видеть под вечер были веселые песни с утра уже скрипт они да это уже новый да стоит ты конечно черномазы а вот старый двигатель видите выбило просто пропила прокачиваем тормоза чистенькое вообще состояние неплохое а пробег ты узнал дима короче еще намутил им душу сейчас за 40 долларов масло поменяет короче рубит бабки за ночь мотор поменял сразу клиентики заводим двигатель а питание подключил по ключу видно что пробег должен быть больше сотки поменяйте батарею пульта так прикладываем прикладывать давай включу зажигание пробуем короче пока зажигание не включается мы не смогли ее завести дима еще питание поддаст вот пока не даже зажигание не включается батарея но она стояла то есть она стояла видимо чуть ли не месяц-два потому что у нее была даже записка типа не увозите на эвакуаторе потому что мы ждем запчасти прям на улице меняет тарабуро на рейндж ровере масло оказывается это он вчера здесь до часу ночи был и 8.30 обратно сюда вернулся то есть он не целую ночь здесь копался получается реально быстрый свап мотора конечно все зависит от мотора потому что ну там как у него на 550 там и подлезть негде у тройки все будет попроще но тем не менее это все равно быстро поскольку мы начали где-то всем 38 часу ночи и вот с 8.30 до 12 и уже готово сегодня у нас времени я не могу сказать что много потому что мне нужно сегодня в качестве переводчика и помощника типа как на первое сентября к сестре поехать поэтому получается что мне нужно все что я смогу сделать у меня не мусорных пакетов с собой ничего я посмотрю запишу что мне сюда нужно вот ее точно нужно будет занять на первоначальную мойку типа первую и в 4 я уже должен отсюда свалить из первоначального имеющегося вот такие сидушки были здесь с ремнями безопасности их выняли выняли их вот здесь вот то есть их здесь нету я даже не знаю что мы сюда кладем я посмотрю сколько они стоят на ebay если они стоят неадекватных денег они могут типа с укреплением совсем с ремнями безопасности вот это вот все то получается сюда мы покупаем каких-то 23 коврика и засверливаем их и она покрывает все вот это дерево и этот типа ламинат ковры это вымывать реально сутки второстепенная информация короче сюда нужно кусок плейвуда или что-то и матрасик чтобы человек один сюда поместился то есть сюда нужен какой-то мини матрас надо посмотреть для рвишек есть ли оно такое заказать на амазоне я думаю есть у нас смотрите здесь под карбончик все вообще солидно красиво но сейчас не заведется это полюбес вот это все отмыть душевая шивой убраться чтобы сказать что я что-то критичное кроме вот этого допустим вижу нет не могу вот в целом масштабы беды понятно я сейчас еду за мусорными пакетами за штукой которая тереть карпин то есть сегодня мы начнем с базового оттереть ковролин и привести ее внешне хоть в какое-то состояние дальше мы будем уже решать более конкретные вопросы типа с ковриками и так далее ой 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 там паутины капец чисто ради спортивного интереса заведется или нет конечно же нет но даже из нее мы сделаем конфетку нужно понять да это раскладывающийся диван то есть одно место здесь два здесь два здесь 5 человек в той рвишке место чуть побольше будет базовый набор мусорные пакеты средства для ковров возьмем наверное all-purpose cleaner и вот для ковра то чувствую себя домохозяйкой такой чисто набор перчатки с вот эта щетка сейчас все пойдет я могу вообще быстро короче в целом варвишки должно работать все ее украли собственно говоря следы этого есть здесь но она заводится едет типа все должно быть чики-брики вот здесь видите вот ходят легенды что настолько похожие ключи были вот в те годы на фордах на трачках на вэнах на всем что от один от другого реально ключи подходят одним и тем же ключом я даже видел лично когда совсем другого трака открывали совсем другой так что украть это чисто дело готовы ли вы пойти на криминал или нет понимаете вот так что типа украсть его было я думаю совсем просто мне это овца не нравится я тру ее уже 25 минут разницы не вижу хух но она будет как бы у нее структура будет посвежее как будто ее почистили но она не будет до конца свежей скажем так опа смотрите что намутил декорации ковролин конечно это овца вообще ну он видно он видно становится чище но я не смогу его прям до идеала довести там я уже пошел по лайту то что прям грязное грязное оно оттирается то что то ли выцвело то ли от пожелтела то он не вымывается то уже с годами если посмотреть туда и сюда то видно что это ковролин был чищенный вообще если говорить в целом то первые владельцы до краша этой рвишки были довольно молодцы то есть смотрите сразу видно по вот таким вот мелочам все сложено чашечки есть все красиво то есть украшено моющая вы поглядите в каком состоянии они все оставили потому что в той рвишки в той рвишки первая я не знаю сколько там наверно владельца 34 было первая которая они ее прямо ушатывали по полной то что и душ нужно было менять ну вот он запенил чтобы она не протекала но в целом состояние что нашел одной проблема меньше опа кроватка прекрасно да то здесь человек поместится а в любое другое время это просто вот такое вот место прикольно то есть мне к ним прикладывать просто простынь постиранную которую они будут это все застилать поверх и подушку одну это короче как знак судьбы ребята зрите я не знаю поплавилась она или шесть ним произошло треть вот меня интересует если протекает лето если не протекает и они просто например горячую кастрюлю сюда поставили после того как приготовили она нагрела то то вообще не проблема если она будет течь туда это проблема а либо они кипяток залились сюда хотя по идее она должна выдерживать это это остается вопросом главное чтобы оно не текло вот у них смотрите фильтр новенький стоит пламбинг в целом новенький такой все ну снова здравствуй ну снова как дела и это по моему тот же странный непонятный стандарт который юзали в начале двухтысячных ну ладно я в этом уже чуть получше разбираюсь я хотя вон тут снова с переходником это все сделано ай крысы конечно вот за что мне опять вот это с трубами возиться фух на эту орвишку реально надо четыре может пять дней я здесь уже наверное ну два с половиной где-то часа короче с той кроватью мы разобрались духовку где жарить стиралку все вот это отмыл до идеала выглядит идеально все расставил оттуда все достал переставил посуду всю туда красиво разложил короче попробовал отмыть ковры еще буду пытаться потом сюда я посмотрел именно таких нету а все остальное вроде как конских денег сюда я покупаю один коврик и прикручиваю его в дыр и это будет как продолжение я думаю здесь мы можем что-то оформить или я вообще куплю два обычных стула и в раму их прикручу и получится что у нас есть по факту стулья это кстати прикольно выглядит я не знаю будем мы ее застилать как там или нет что-то он просто убитый этот диван выглядит прикольно туда нужны коврики то есть исправить вот это исправить то и исправить вот это это вот ближайшие наши приоритеты но монтажная пена это может был чуть-чуть перебор тут можно за силиконить как в той рвишке но у нас здесь уже чисто он новые интересные подробности снова по любимой моей теме пламбинг то есть водопроводы опа у нас две дырюхи в раковине короче это либо новая раковина либо я их прошу не юзать ее судя потому что здесь смотрите зеленое все пытались я снова забыл как эта штука называется вот этой вот которая которая как порошок типа как сода я думаю пытались ей там либо почистить чтобы либо это и они прожгли две дыры поэтому я куплю типа что-то жидкого пластика и его золотая если мне в какой-то день приехать сюда с утра и побыть здесь до часов 6-7 вечера она будет блистать будет готова к трипу я вам это гарантирую все пока оставляю все в таком состоянии полностью доделано только вот это вот кухонной части это тоже немало везде начата но у меня сегодня у насти первое сентября там нужно вопросики учителям позадавать короче такое опа смотрите сколько у нас ого-го добра и это все мусор почти четыре а уже начинается пробка то есть люди вот ближе к четырем освобождаются уже едут домой вот это вам и прикол прикиньте у кого-то рабочий день до 4 и вот этот все когда только начинается тягучка видимо освободились даже раньше то есть кто-то работает до 3 40 короче не поверите дима завел мотор говорит все нормально я вспомнил мне дима неделю назад говорил что у него есть пылесос который с водой который струей брызгает и параллельно высасывает это же им идеально чистить ковролин мне завтра возвращают арвишку я думаю как раз возьму ту ту почищу к следующему трипу потому что послезавтра сразу у меня ее забирают а мне нужно конвертер завтра поменять на арвишку ой-ой-ой и можно как раз ковролин на той почистить пока я на одной локации сразу видно наши приехали тесла mercedes audi сегодня был первый день он ознакомительный с учителями американская школа это не русская точно но во первых на шторы скидываться не надо но это ладно у детей должен быть свой картон свои карандаши свой клей порисовать понюхать и покушать короче остальное все обед и так далее предоставляет школа и различия от нашей везде выбор ланч и там то все специальный подход к детям и родители там одной девочки с насти в классе подходят она у нас вегетарианец а с ланча она будет выбирать что-то что типа вегетарианская я конечно не уверен что в пять с половиной лет она знает что она вегетарианец и она конкретно это решила но факт есть факт то есть при подбирается подбирается под предпочтение я тут выступал в роли переводчика разъяснителя задавателя вопросов и всего прочего теперь все прояснили для того чтобы забирать детей там не опасно и так далее у каждого родителя есть всего одна именная карточка который написан по-моему какой-то секретный пароль то есть нельзя просто написать имя и фамилию там написано какая-то левое сочетание слов какой-то взорванный единорог или что-то такого я эту карточку вам выдадут в конце дня ребенка вначале когда вы привозите ребенка учительница стоит и она по одному каждого принимает классы небольшие примерно по 10 человек это не наш 31 это короче не как первый класс вот насти 5 а в 6 американцы ходят за год до первого класса типа как подготовительный где их не столько учат чему-то их учат учиться ознакомление прошло успешно насти идет уже в американскую школу так что примерно но я не знаю через лет шесть ждите влоги от насти с американской школы для последнего на часа три уже плывочные работают я занимался тем что пытался покрасить то зеркало похоже на это она еще с каким-то ямками короче люди которые его сначала не в цвет вообще сюда поставили не знаю где они его нашли но короче но с какими-то бугорочками ямками я его наждачил и все равно не идеально первый раз когда я его дело но получилось матовым прям совсем я покрыл сверху лаком сейчас вот она все плюс-минус глянцевая и выполняет именно главную цель она не бросается в глаза до salmonella вот сохнет я в душ я грязнючий весь вот так друзья и рабочий день у меня заканчивается 8 часов вечера представьте а вы потом говорите блогером этим легко а будучи одним блогером в америке не проживешь в украине за зарплату блогера мог бы жить припевают здесь к сожалению нужно крутить